Новости пятницы в прямом эфире репортера. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. Полиция задержала 16-летнего террориста-неудачника, студента политеха, который устал сидеть на парах и позвонил в полицию с информацией о минировании своего вуза. Таким образом он рассчитывал сорвать учебный процесс. По тревоге на место прибыли кинологи и взрывотехники. Всех студентов и преподавателей эвакуировали. После обследования специалисты никаких опасных предметов не нашли. В свою очередь правоохранители сообщают, что совсем не рады подобным шуткам и напоминают о предусмотренной законом уголовной ответственности. Шановные одесситы, хочу вам нагадать, что для переверки сообщений о заминувании задается большая количество особого склада полиции, службовой собаки и техники. В тот момент, когда они проверяют неправдивые сообщения, их допомога может быть нужна в других местах, что может произвести до негативных последствий. Звертаю сюда всех с предпочтением не жертвовать такими вещами, потому что цена за подобные жертвы будет высокая. Позбавление воли аж до 8 лет. Тем временем мать шестерых погибших при пожаре детей не получила обещанную помощь от руководства Шабского сельсовета. Трагедия в Шаба произошла в апреле прошлого года. Тогда на помощь Надежде Сальниковой и ее мужу пришла областная и районная власть, а за счет средств благотворительных организаций дом был полностью восстановлен. 25 тысяч гривен обещал и сельсовет во главе с председателем Сергеем Чернокульским, но этих денег семья не увидела. Надежда Сальникова настаивать на компенсации не намерена. Сейчас семья с 6-месячной Настей живет в соседнем прибрежном и возвращаться в Шаба на место трагедии не намерена. Это обращался. В разговор с Сергеем Сергеевичем Чернокульским, вот, ну в телефонном режиме. И он как бы сказал, что он не знал об этой статье, не знал за эту помощь. Ну и я не знала, что он не знает и получилось как бы мы ничего не получили. Выборы прошли в селе Шаба, власть поменялась, вас не забудут деньги, которые обещали? Ну я не знаю, мы на них не рассчитываем. Просто некоторые говорят, что мы свои некоторые депутаты, что мы спекулируем своей утратой. Жители села Августовка организовали собственный патруль. Сельчане закупили рации фонарики, разбили район на сектор и каждую ночь по очереди заступают на дежурство. Началось все с того, что краж в районе стало больше, а участковых после реформы полиции гораздо меньше. Да, я слушаю. Едем, прокатимся по магистральной, потом по огородам. Оружия, конечно, у них нет, но на дежурство сельчане заступают не с пустыми руками. Фонарики, рации, карта. Район они разбили на секторы. На двух-трех машинах выезжают каждую ночь на патруль по очереди. Роль полиции сельчане на себя взяли, когда поняли, что правоохранителей в их районе катастрофически не хватает. А преступность растет с каждым днем. Чем 200 квадратных километров у нас на обслуговании. 14 населенных пунктов, приблизительно до 10 тысяч населения. И это у нас обслуговывает только один дельничный инспектор. Присылать еще хотя бы одного участкового? С такой просьбой они обратились в райотдел полиции. Глава сельсовета зачитывает ответ. Правоохранителей просят рассмотреть на сессии программу противодействия преступности. В соответствии с которой выделите палевно-мастильные материалы и запчастины для службовых автомобилей в отделе полиции. А вот с самой полиции с тем, что рост преступности увеличился, не согласны. Говорят, количество участковых строго рекламентировано. Что касается топлива и запчастей, то их действительно не хватает. Если у нас будет больше топлива, мы сможем чаще появляться в тех местах, которые требуют нашего присутствия. Местные в статистику не вникают. Говорят, половина из них потерпевшие. У кого гараж обчистили, у кого дом. За одну ночь было сразу три кражи. Виталий пострадал вдвойне. Все, что было, инструмент, сварка, компрессор, ноутбук, телефон, телевизор маленький. В нашествии грабителей они никого не винят. Но были бы не против, если бы власть все же обратила внимание на полицейскую реформу. Тем временем в окрестных селах уже хотят последовать примеру Августовки. Анна Городенцева, Анастасия Кричко, телеканал Репортер. В Ренийском районе острая нехватка детских прививок. Об этом в своем письменном обращении председателя облсовета Анатолию Урбанскому сообщает глава районного депутатского собрания Олег Зуев. По словам главы райсовета, ситуация с вакцинами в районе на протяжении последних двух лет остается критической. К примеру, еще год назад нехватка некоторых медикаментов исчислялась тысячей. И в Рени просят обратить внимание областное руководство и профильных чиновников на эту проблему. В 2017-м, естественно, положение после того, как я полгода назад поднимал этот вопрос, улучшилось, я не бесспорно, оно улучшилось. Но вызвали снова глава начальними медицины, меня и Павел Васильевич. Мы обращались, но вот так вот нам дали, вот так вот. Есть прививки, некоторых там позиций нет вообще. Есть прививки, которых не хватает. Но не хватает там не по 10, там до 15, по 200, по 300, по 200. Это количество детей у нас, которых не переживают ни в школах, ни в районе. Если дети, родители, там, знаете, какие-то способные, скажем так, они ездят, там, из моих ищут эти прививки, понимаете, там, в Одессу. Грибок на стенах и потолке, вздутый линолеум и угроза пожара. Наша съемочная группа проверила детский противотуберкулезный санаторий «Ласточка» на нарушение безопасности. Условия, в которых находятся дети, недопустимые. Именно поэтому вскоре учреждение закроется на длительный капитальный ремонт. Подробности у Константина Гречанова. Когда дождь идет, затекание дождя, через отдушины льется по стене вода. Значит, это и неправильно смонтирована система отопления. Школа при противотуберкулезном санатории «Ласточка» построена еще в 2008 году, но так и не введена в эксплуатацию. Пожарная сигнализация здесь не работает. Линолеум вздулся, грибок в большинстве помещений. Окна не открываются даже на проветривание. Через них в классы затекает вода. Как и через дырявую крышу. На данный момент школу используют только в качестве скотских помещений. Не лучше ситуации в спальном корпусе, где сейчас проживают дети. Тот же грибок, разбитая плитка в санузлах, разрушенный фасад. Но самыми проблемными на фоне недавней трагедии в лагере «Виктория» выглядят объекты, угрожающие пожарной безопасности. Газовая труба из-за оползневых явлений частично слетела с установленных опор. Со стороны моря она просто прикреплена к забору, что категорически запрещено действующими нормами. Вот оторванные крепления от трубы. Мало того, что это все-таки здесь дети. И они здесь гуляют, и они свободно при такой высоте трубы могут на нее залезть, опираться, бегать по ней. Это тоже несет свою опасность. То есть, если посмотрим, тут частично, ну, будем так сказать, процентов 30 креплений просто оторваны от забора. То есть, труба на больших расстояниях висит в воздухе. При этом один из двух пожарных резервуаров с водой вообще не функционирует. А другой, хоть и наполнен 50 литрами воды, но не имеет пожарного гидранта. Следствием всех этих проблем стало закрытие санатория «Ласточка». Нам надо устранять эти все недостатки. Для того, чтобы нормально можно было функционировать, и чтобы нормально здесь дети чувствовали себя в безопасности, и персонал чувствовал себя в безопасности. Детей уже переводят в другие места. Младшую группу в соседний санаторий «Зеленая горка», а тех, кто постарше, в степной воздух. Формально учреждение перестанет функционировать 11 ноября. На какой срок закроется «Ласточка» пока неизвестно. Учитывая огромный объем работ, явно надолго. Константин Гречан и Анастасия Кречко, телеканал «Репортер». С 6 до 12 часов и с 18 до 21 в эти два временных промежутка будет подаваться вода в ближайшее время в несколько микрорайонов Белгорода-Днестровского. Проблеме уже не один год, и для ее решения нужен не один десяток миллионов гривен. Долги населения составляют 3,5 миллиона. Треть скважин нуждаются в капитальном ремонте. Модернизировать нужно и водопроводную сеть. Все это накладывается на сложные взаимоотношения местного водоканала «Соболэнерго». Компания регулярно отключает скважины от электроэнергии за несвоевременную оплату. В городе разрабатывают проект подачи воды в дома жителя Кермана, который уменьшит зависимость города от скважин. Областной совет уже выделил на частичное решение проблемы полтора миллиона гривен. Как минимум городу надо порядка 13 скважин для того, чтобы обеспечить в полном объеме город водой. Сегодня этот вопрос уже, по крайней мере, сдвинулся с мертвой точки. Областным советом выделены деньги в размере полутора миллиона для разработки проекта подачи воды через дюкер. Но это полтора миллиона только проект, еще порядка 30 миллионов будет стоимость самого ремонтных работ, проведения капитального ремонта дюкера для того, чтобы воду получить за счет инфу с водоканала. У них объем позволяет, но как бы подачи сюда невозможно осуществить подачу. Поэтому пока этот глобальный вопрос решен не будет, эта проблема была, есть и будет. Вода в Белгороде-Днестровском не только нерегулярно подается, но и дорого стоит. Совсем скоро тариф может быть изменен с 19 гривен за кубометр до 26. Основная причина – это повышение стоимости электроэнергии. Нам приходится использовать скважины, глубина которой достигает от 10,30-10,40 метров. Поэтому поднять из такой глубины воду и подать потребителю достаточно дорого. Это гораздо дороже, чем та вода, которая сегодня подается из Беляевского водозабора всем потребителям Одессы, в том числе и городам-спутникам. И на Одесской киностудии простились с директором музея кино Вадимом Костроменко, режиссер и оператор классики, советского кинематографа, умер от рака легких 1 ноября в возрасте 83 лет. На киностудии он проработал 60 лет. В последние годы Вадим Васильевич возглавлял единственный в Украине музей кино. На Панихиде присутствовали родные, близкие, друзья и коллеги кинематографиста. Вадим Васильевича знал давно, лет, наверное, 40. Это честнейший человек, правдивый человек, который любил жизнь и до последнего дыхания, наверное, себе отдал для возрождения славы Одесской киностудии. Тот музей, который он создал. Те книги, которые об одной истории Одесской киностудии писал, это опять это вкладесь, наверное, кинематографа войдет. Знаете, буквально две недели назад мы с ним общались по телефону, я его встретил в областной больнице, потому что человек был болен. Чем могли, помогали. И вот такая непоправимая утрата. Я думаю, в памяти он останется навсегда. Мне настолько было важно, что есть Вадим Васильевич с его мягкостью, с его пониманием. Ну, мне так было здорово, что он есть, хотя мы виделись не так часто, что для меня это большая очень потеря. И я его навсегда запомню как сверхинтеллигентного человека. И таких сейчас немного. Одесса – это чудо единения человечества. Так ее определил, создавая Беребас. Вадим Васильевич вроде бы не родился в Одессе. Но в Одессе, создавая ее, не родились никто. Они ее создали и поэтому стали одесситами. Вадим Васильевич прикипел, прочувствовал. Так эту почву он не покинул. И не покинул в нашу Одессу, он добавил ей жизни. Экологический проект по переработке полиэтиленовых пакетов стартует в Одессе 6 ноября. Инициатором выступает одна из химчисток города. На переработку полиэтиленовых изделий можно будет сдать в 7 пунктах приема. По данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно каждый украинец продуцирует 300 килограммов мусора. Из них почти 12% – это пластик и полиэтилен, который разлагается около сотни лет. Сейчас в более 40 странах мира уже запретили использование таких изделий. Активное население гражданское очень хорошо, я уверена, поддерживает инициативу, потому что мы можем сказать из своего опыта, люди хотят сортировать, люди хотят поступать правильно. Очень многих это беспокоит, что они выбрасывают мусор и понимают, что его дома нет, но где-то он есть. И было бы прекрасно, если бы многие представители бизнеса последовали вот этому примеру. Почему? Потому что одни люди, волонтеры – это все хорошо, когда уже подключается бизнес, это прекрасные сигналы, месседж и надежда наша на перемены. И в Киевском районном суде прошел однодневный интенсив при поддержке USID. Его провели для представителей Одесской, Николаевской, Херсонской и Черкасской областей. Для них выступили лекторы с мастер-классами и презентациями практического применения всех опций и преимуществ электронного судопроизводства. Что мы сегодня хотим от электронного суда и что в проектах, мы хотим тот электронный суд, вот этот тот идеал, не элементы, набор элементов, а идеал, когда мы полностью будем общаться с судом без похода в суд. А с помощью электронного суда хотят достичь доверия, прозрачности. Особое внимание уделили теме электронного суда. Этот проект реализовывают именно в Киевском райсуде с 2015 года. Он обеспечивает быстрый обмен документами между государственными органами, прокуратурой, миграционной, фискальной службами и судами. Кроме того, проект нацелен на то, чтобы у людей была возможность получать судебные решения, подавать тисковые заявления в электронном виде. Я отмечу, что с сентября 2015 года в Киевский районный суд поступило почти 4 тысячи исковых заявлений в электронном виде. Как всегда, в субботу в 18 часов не пропустите итоги уходящей недели на Репортере в прямом эфире. Оставайтесь с нами. Счастливо!